Здарова, ребята! iPhone 13 Pro Max у меня на руках уже два месяца, и я готов с вами поделиться впечатлениями, опытом использования и неким обзором на этот телефон. Перешел я на этот телефон с 12 Pro Max. Видео о том, как я это сделал, я снимал. Ссылку, естественно, я оставлю. Посмотрите, оно очень такое прикольное. Казалось бы, переход с 12 Pro Max на 13 Pro Max это нечто такое загадочное, но я в этом видео в конце объясню, почему я так сделал. Дизайн этого телефона точно такой же, как и у его предшественника 12 Pro Max, за исключением того, что блок камер здесь гораздо больше и челка меньше. Если с блоком камера все понятно, то что касается челки, да, она здесь действительно меньше, и если взять такой опыт использования, в моей жизни не поменялось абсолютно ничего. Да, она стала меньше, ну и как бы что дальше? Пространство есть, а использовать его мы не можем с толком, как говорится, с чувством с расстановкой. Цвет я брал намеренно зеленый, не хотел я Sierra Blue, вот этот, скажем так, флагманский новый цвет. Я хотел зелененький, я хотел что-то темненькое. Прошлый iPhone у меня был как раз-таки Pacific Blue, тот цвет, который был эксклюзивным, новым для 12 Pro Max. В этом году я решил взять именно зеленый. Вот, ну не знаю, хочется мне зеленый iPhone. По материалам этот телефон точно такой же, как и предыдущее поколение, матовый задник, который не оставляет супер много отпечатков пальцев. Давайте скажем так, если вы носите его без чехла, то вам будет комфортно смотреть на него, что немаловажно. Он, да, собирает отпечатки пальцев, но они не так видны, как, например, на iPhone 11. Ну и стальная рамка по бокам, которая, как бы вы не протирали, она будет собирать отпечатки пальцев. И за два месяца использования на телефоне нет ни одной царапины, что касается и задника, что касается и боковой грани. Из-за того, что этот телефон точно такой же, как и предыдущее поколение, в руке он лежит точно так же соответственно. И у меня не вызывает никакого дискомфорта именно большая модель. Я переходил, опять же, с 11 iPhone на 12 Pro Max и, наверное, первую неделю, а то и две было немножко неудобно. Потому что здесь прямой дизайн, рубленные грани, как я говорю. iPhone 11, он более такой обтекаемый. К этому дизайну я привык. В телефон я могу держать одной рукой, но пользоваться им одной рукой это невозможно. Если что-то ты печатаешь, всегда нужно делать это обязательно двумя руками. Если ты листаешь страницы, фотки, там, еще что-то, то одной рукой это делать удобно, а вот печатать обязательно надо двумя. Кнопок на телефоне не так много, как, собственно, было у нас когда-то 10 лет назад. Это качельки громкости плюс-минус, кнопка блокировки и переключатели в бесшумный режим. И Lightning для того, чтобы заряжать свое устройство. Ну и, конечно же, 3,5 мм для наушников здесь нет. Один из главных плюсов этого телефона, естественно, это его дисплей. Здесь стоит OLED матрица, 6,7 дюймов экран. Поддержка HDR и True Tone и хватает этого абсолютно для всего. Вот абсолютно для игрушек, для просмотра интернета, для видосиков, для фоточек, вообще для всего. 6,7 дюйма для меня это идеальный размер и на меньший я уже не согласен. Мне тут задавали вопрос, Дима, а что может быть перейти на 14 Pro или 13 Pro? Я говорю, нет, я все-таки работаю с телефона и мне удобнее, чтобы экран был действительно большой. Ну и, естественно, 120 Гц в этом телефоне есть. И вы знаете, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. На 12 Pro Max его не было. Ну и как бы ладно. Как только я взял в руки вот этот телефон, я такой, ого, ничего себе, как здесь все плавно. И когда я выключил 120 Гц, стало как-то немножко, давайте скажем, некомфортно. Но без 120 Гц я спокойно проживу. Да, это классная, удобная фишка. Но когда у меня телефон уходит в режим энергосбережения, становится, естественно, 60 Гц. И я не вижу никакого дискомфорта. Я не ощущаю, что типа, ого, почему так все стало медленно или дергаться. 120 Гц классный, вопросов нет. Но без них есть, конечно же, жизнь. Ну, естественно, когда ты пользуешься смартфоном со 120 Гц экраном, естественно, опыт какой-то становится немножко иной по сравнению с предыдущим поколением. И вы знаете, у меня всегда включен 120 Гц. Единственное, что когда у меня находит телефон до режима энергосбережения, отключается, я как бы особо не парюсь. Но, опять же, скажу для себя, что он есть, что его нет. Мне было бы одинаково прикольно пользоваться смартфоном. Но, конечно же, 120 Гц как-то повеселее. Аккумулятор 13 Pro Max, 4352 мАч. И его в обычных домашних условиях, давайте скажем так, мне хватает на 2 дня. Если активного использования, давайте скажем так, да, то на день вам хватит стабильно. У меня стоит iOS 16.1 на момент записи видео. И мне хватает этого телефона на один день. То есть, грубо говоря, в 8 утра я его снял с зарядки. И до часу ночи спокойно он у меня отработает. Естественно, если вы будете гонять в какой-нибудь PUBG или какие-нибудь суперсерьезные игры на максимальных настройках, конечно же, он разряется быстрее. Но, если мы возьмем режим использования такой обычный, стационарный, повседневный, то этого телефона вам смело хватит на день. То не сказать про 12 Pro Max. Одним из пунктов перехода на вот этот телефон как раз-таки было время работы. 12 Pro Max меня не устраивало от слова совсем. То есть, в часика в 6, в 7 пришлось его уже ставить на зарядку. Согласитесь, это не очень круто для флагмана того времени. Причем у меня телефон был новый, там не с авито, новый абсолютно. Я покупал в магазине с новым аккумулятором. Спросите вы, как я его заряжаю? Заряжаю я его исключительно Максейвом, беспроводным вот этим вот красивым блинчиком. Видео я про него снимал, обязательно посмотрите. Ну и стараюсь телефон держать в диапазоне от 20 до 85, там 90%. Соответственно, эти рекомендации, которые в интернетах пишут, я их соблюдаю. Бывает, ставлю на ночь, но опять же, это все всегда перед работой. Если я домашний или у меня там выходные, я особо не парюсь. С 20 до 90 стараюсь его вот в течение двух дней подзаряжать. За производительность этого телефона отвечает Apple A15 Bionic. На секундочку, точно такой же, как и установленного в iPhone 14 и 14+. И абсолютно для всех задач этого телефона вам хватит. Неважно, в каком году вы сейчас смотрите это видео, в 2022, в 2023 или даже в 2024. Apple делает свои устройства не на год и не на два, делает года на четыре. Соответственно, у меня вот есть даже iPhone 8, который на Apple A11 Bionic и на бета-версии iOS 16.2. Он работает шустро, быстренько и все прям замечательно. Ну, поэтому, что там хреновая батарейка. Но, как бы, смотрите, телефон уже, черт пойми, сколько там лет. И он поддерживает последнюю версию iOS и работает все круто, шустро. Напомню, что здесь стоит iOS 16.1 финальная версия. И iOS работает прямо шустро-быстро на этом телефоне. Кто бы мог подумать, как говорится. Но, опять же, это важно, потому что вы каждый день пользуетесь своим устройством. И проводите гораздо больше с ним времени, нежели чем с своими близкими. И хочется, чтобы ваше устройство работало без всяких лагов, фризов. Естественно, iOS 16.1 на флагмане прошлого года работает очень круто, шустро-быстро. Так что оно вас точно не разочарует. В общем, процессор A15 Bionic. Мощный, шустрый, быстрый, которого вам хватит для всех абсолютно задач. Если мы возьмем наши повседневные приложения, которыми пользуемся каждый день. Опять же, все работает стабильно. Вконтакте, YouTube, Safari, Player, музыкальные. Вот такие приложения я выбрал для показа тестового на этом телефоне. И, как обычно, ни одно мое видео не сказано, что плохо работают эти приложения. Иногда, конечно, на iPhone 8, там на бетках что-то глючило, лагало. Но на этом телефоне все работает стабильно. И пользоваться повседневными приложениями, нашими любимыми, вам будет крайне комфортно. Про игрушки. Конечно же, не мог этот момент оставить в стороне. Real Racing и PUBG. Вот такие две игры. Сегодня я выбрал обычный PUBG, наш постоянный, как говорится, гость в моих обзорах. Все работает супер быстро. Никаких лагов и фризов. Это, наверное, моя коронная фраза. Нет. И я уверен, что этот аппарат будет тянуть все игрушки, которые вы хотите играть. Там даже тоже Genshin Impact или какие-то еще мощные, супер требовательные игры. Без каких-то либо проблем. Да, этот телефон сбрасывает яркость, когда идет какая-то серьезная нагрузка в том же самом PUBG, Real Racing или Genshin Impact. Это нормально. Я не вижу здесь никакой проблемы. Маленький итог давайте подведем по поводу производительности. Скажу одной фразой. Вам его хватит для всего абсолютно. Игрушки, какие-то фотки, какие-то обработка там и еще что-то. В общем, хватит для всего. Это, блин, мощность компьютера у вас в телефоне офигенно. Быстрый, шустрый телефон. Камера в сравнении с iPhone 12 Pro Max, на мой взгляд, стала лучше. Она стала как бы светлее, что ли. Фотографии стали более четкими. Но, опять же, может быть, я придираюсь. Здесь все точно так же. Три камеры. Главное, широкоугольное и телефотообъектив. И, конечно же, они гораздо больше, чем у 12 Pro Max. Что касается именно размера. Конечно же, в плане фотографии мы не видим никакой тут суперреволюции по сравнению с предыдущим поколением. Но, на мой взгляд, темный режим стал лучше как на обычном фотках, так и на сверхширике. Я сверхшириком иногда пользуюсь. И да, действительно, я заметил, он стал как бы лучше. Также в камере можно включить и фотофильтры. Это очень крутая штука. Доступна в 13 Pro Max. И, по-моему, в 13 вообще линейке она доступна. В общем, это такие фильтры, которые работают в перемешку с вот этими вот умными сетями. И фотки получаются еще лучше. Классный зум еще в этом телефоне. Если вы снимаете какую-то макросъемку. Во-первых, оно автоматически. iPhone автоматически переключается. Конечно же, это можно отключить. Но мне нравится, как он переключается. То есть, ты подносишь к объекту телефон, и он автоматически переключается на макро. Это очень круто. Ну и зум тут действительно прикольный. Если у вас не трясутся руки, если вы поставите телефон на штатив, то очень классные фотки можно будет делать. Максимально снимать видео можно в 4К 60 FPS. Я так не делаю. Я снимаю в 4К 24 кадра в секунду. Также можно снимать HDR видео. Но, на мой взгляд, становятся немножко ядовитые цвета. Я монтировал как-то видосы HDR видео, снятые на iPhone 13 Pro Max. И мне, если честно, не понравилось. И я бросил эту затею. Ну и гвоздь программы для меня, как одна из причин, по которой я обновился на этот телефон, это киноэффект. К сожалению, снимает он в 1080p. 4К доступно только в 14-х айфонах. Ну, поэтому я и обновлюсь через год. На моем канале выходили даже видео, которые я снимал полностью на iPhone, на фронтальную камеру. Самое, что интересное. Использовал я исключительно режим киноэффекта. И вы знаете, мне он дико нравится. Очень крутой режим. Единственный вот минус, к сожалению, это то, что он снимает в 1080p. Но, опять же, в 14-х айфонах его допилили до 4К. И это будет таким прямо большим для меня стимулом, плюсом, не знаю, чтобы обновиться на следующие поколения. Ну и режим киноэффекта. Одна из моих любимых, еще раз повторюсь, фишек. Задний фон размывает очень даже достойно. Если у вас хорошее освещение в кадре, то, в принципе, можно даже снимать какие-то полупрофессиональные видео. Опять же, повторюсь, на своем канале я практикую видео на фронтальную камеру iPhone 13 Pro Max в режиме киноэффекта. Ну и краткий вывод по камере. Она крутая, классная, лучше, чем в 12 Pro Max. Но, наверное, хуже, чем в iPhone 14 Pro Max. Но, если вы хотите использовать этот телефон для ведения блогов, влогов и вообще не знаю чего, его хватит вам слегкой. Поставили 4К, 60 FPS или 24 FPS. Сидите, снимайте себя, снимайте обзоры. Очень крутой, подойдет для всего из того, что я перечислил. Давайте уже такой некий вывод подведем. Цена этого телефона на сером рынке от 75 тысяч рублей, на официальном от 90. И, если честно, я вообще не вижу никакой разницы. Покупаю я на сером рынке. Имеет ли смысл брать этот телефон? Я скажу так. Здесь не все так просто, смотря какое устройство у вас. Если у вас сейчас 12 Pro Max, то, наверное, смысла нет. А вот если у вас какой-нибудь iPhone XR, там 11, 11 Pro Max, то, конечно, переход на этот телефон даст вам кучу новых эмоций. Это, повторюсь, классный OLED-экран, супер-крутая камера с режимом киноэффекта. 120 Гц экран, в общем, а здесь полный, как говорится, фарш. И этот телефон я могу назвать лучшим после моего любимого iPhone 6 Plus. Ну и автономности вам хватит абсолютно для всего, на весь день. Все очень круто, работает, опять же, все ваши задачи, которые повседневные и, может быть, даже чуть больше. Этот телефон на 100% отработает, и он вас не подведет. У нас есть линейка iPhone 14. Здесь тоже очень интересный момент. Есть iPhone 14, iPhone 14 Plus. И, соответственно, 14 Pro и Pro Max. Конечно, с Pro и Pro Max мы немножко в сторону отложим, но этот телефон стоит столько же, сколько iPhone 14 Plus. Но при этом он в разы лучше. Поэтому, если у вас есть какая-то мысль в голове купить iPhone 14 Plus, я бы, на самом деле, ее выкинул и лучше взял 13 Pro Max. Он во всем абсолютно лучше. Вот такой вот у меня получился опыт использования 2 месяца iPhone 13 Pro Max. Это классный телефон за свои деньги, и я не вижу ни одной причины его не купить. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить полгода эксплуатации и, естественно, год. Я буду с вами прощаться, дальше больше. Всем здоровья я желаю. Пока.